Путешествовать можно не выходя из дома, пробуя разные кухни мира, хочу предложить вам на заметку очень интересный рецепт, как приготовить индийский джалиби, такие сладости особенно нравятся детям. Приготовить джалиби индийские в домашних условиях на самом деле совсем не сложно, это небольшие спиральки, жареные в масле, а затем политые ароматным сахарным сиропом, такая сладость наверняка придется по вкусу не только детям, но и взрослым. Изюминка индийской кухни на вашем столе без особых хлопот, это вполне реально, и хоть процесс занимает довольно много времени, оно того стоит. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. 1. Начать нужно с приготовления теста, выложите в глубокую мисочку все сухие ингредиенты. 2. Тщательно перемешайте. 3. Влейте воду и начните перемешивать, делать это нужно не менее 4 минут. 4. Теперь тесто нужно накрыть чистым полотенцем и оставить на 15-20 часов. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. 5. После всыпьте еще немного муки и снова перемешайте. 6. Вот и все, основа в рецепт приготовления джалиби индийских готова. 7. Для удобства рекомендую перелить тесто в баночку от кетчупа, можно использовать и кондитерский мешок, либо полиэтиленовый пакет, например. 8. Для приготовления сладкого сиропа в небольшую кастрюльку отправьте сахар, шафран и воду, поставьте на огонь. 9. Варите сироп после закипания на медленном огне. 10. В конце добавьте немного сока лимона и снимите с огня. 11. Теперь можно начинать жарить джалиби индийские в домашних условиях, на сковороде разогрейте растительное масло. 12. В разогретое масло наливайте тесто небольшими спиральками. 13. Жарьте до румяности, после аккуратно достаньте из масла. 14. И переложите в сироп, важно, чтобы сироп все время оставался теплым. 15. Окуните со всех сторон спиральки в сиропе и переложите на заранее приготовленный противень, застеленный фольгой. 15. Вот и весь секрет, как сделать джалиби индийские, интересно и ведь совсем не сложно, да, угощайтесь. 15. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. 15. Теперь, о составе нашего блюда. 15. Мюка, 125 грамм, 1-2 ложки. 15. Нутовая мюка, 1 столовая ложка. 16. Куркума, 1 щепотка. 16. Разрыхлитель, 1 щепотка. 16. Вода, 1 стакан, 125 миллилитров в сироп. 17. Сахар, 1 стакан. 17. Шафран, 1 щепотка. 17. Растительное масло, 1 по вкусу, для жарки. 18. Сок лимона, 1 чайная ложка. 18. Количество порций, 8-10. 18. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем, подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала. Удачного дня!